Такая выступка была. И вы знаете, когда зритель приходит и он неравнодушен, значит я не зря работал. И даже многие говорят, что я помню, где у тебя висела, какая работа, там, 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 все помню. Значит не зря я работал. Поэтому в этом отношении, когда нет равнодушия, это почувствует не разум. Даже это и в музыке, и в вокальном смысле, где угодно. Есть и человек, который исполняет то, что иное время. Просто профессионально, таких очень много. Таких много, да, таких очень много. Он профессионально может сделать. Сделать, чтобы тебя хватило, вот так вот, задушивать, чтобы схватило. Чтобы вот из такой вещи, вот такая вещь, казалось бы, а она тебя сразу трогать начинает. Вот это будет. Чтобы выплеснуть из себя. Это уже акт искусства. Это уже акт искусства. Да, поэтому вот с этого начинается искусство. Поэтому, когда мы иногда смотрим некоторых художников, я не буду называть фамилии, все их вы прекрасно знаете, там есть все, кроме самого главного. Я прочту человеку всякие недочеты такого академического плана, но есть и он это сделал. Вот понимаете, выложил себя, я чувствую, что он может выложить себя, я ему прощаю все. Поэтому, я говорю, мне страшно везло в жизни на людей. Вот мне попадались все время очень хорошие люди, которые, ну, в жизни мне давали очень многое. Вы знаете, вот мне попадались в житейской такой среде, и во армии попадались, и во время войны, и после войны, которые мне два-три слова говорили. Я, понимаете, уже подумал, действительно, ну, вот теперь в армию попался мне шофер, журик, уголовник, штрафный, все что угодно. Он меня, мне 17 лет, а я его командир, он меня как дурака мог отвезти вокруг пальца, как угодно, вы понимаете? И что получилось? Вот однажды, однажды, этот Колупаев, этот шофер мой, подговорил, подговорил, подговорил командира отделения разведки наших, и они вместе с этим командиром отделения разведки переходили на сторону немцев, и там занимались мародерством. Они там этих немецких офицеров спокойно ловили, не убивали, они их ограбили, они портсигары отнимали у них, все что угодно, и разнесся кратный слух среди немцев, уже потом, наши различные какие-то партизаны грабят этих немецких офицеров, не убивают, и, в общем, странный суть, вот это все пошло. Но потом они пошли еще дальше, они там уже начали, они грабят начали население уже. Вдруг однажды приводят ко мне на передовую, вдруг откуда-то, какой теленок появился, я говорю, ребят, откуда теленок появился? Командир, да что ты, какой-то приблудный, там он где-то, он говорил мне, что рабочий коллектив сказал, да мы сейчас его ухокаем, нам жрать-то надо, говорит, нам же выдают все. Да ладно, выдают, здесь достоятельно теленок, что-то, я думаю, действительно, откуда-то узнают, где это... Короче говоря, потом все-таки нас, разведка, его поймали, его и того, Соколова этого поймали, и трибунал судить. И вот меня вызывают в трибунал, как его командир непосредственно, что я могу о нем сказать? Вот я, когда вхожу в трибунал, смотрю, вот так, для него тюрьма, для него допрос, это его жизнь, это вообще его стихия. Ну я-то не знал, а он, это я бы боялся тюрьмы, я бы боялся, а он ничего не видит. Вот он сидит так вот, около него, три охранника автоматчика стоят, он ногу на ногу сидит, курит спокойно вот так вот, и трибунал сидит так, суд, в балконе там... И вот он, и меня вызвали, и меня вызвали, чтобы я не мог что-то рассказать. Но, перед этим, перед этим, была такая сцена, когда мы ехали на фронт, когда мне дали этого Колупаева, я вхожу, дежурил я по батарее, и вхожу я в этот Сан-Землянку, были все пьют водку, вдруг откуда-то, я говорю, ребят, а откуда-то откуда-то, сейчас в Магон пьет, а у вас водка. Да вот, говорит, у этого дурака в Сидоре обнаружили водку, я скупаю, говорит, говорит, ты понимаешь, говорит, ну убьют его, на хрена ему нужна, а мы сейчас ее выпьем, говорит, ему достанется, нам достанется. Ну, вроде логично, давай выпьем, ставим вместе. Илья предложил себе, я выпил тоже вместе с ним в рыбку. Спели песню, командир Герой Герой Чапаев. Я пошел дальше, дальше... Да, пошла ошибку совершил. Выбил подчиненную. Вот так, и вот, и вот, когда он вот так увидел меня и говорит, ха-ха-ха, что вы у него спрашиваете, он обо мне ничего плохого сказать не будет, говорить не будет. Я говорю, почему? А мы, говорит, с ним водку вместе пили. Ха-ха-ха, опять стал хатать. Все, говорит, пили. Сейчас, наверное, все на этом строится, все на ней, без связи, все, вот на этом. Меня спрашивают, пили? Я говорю, пили. Я вспомнил этот случай, я говорю, пили, да. Ну-ка, его выведите, его выведите, при каких обстоятельствах. Я этот случай рассказывал, что да, действительно, у одного фидри остался бутылка, мы ее распили все, и я вошел, я дежурил все. Вот полковник сидел, он говорит, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Я говорю, сколько мне лет? Я вижу, говорит, ты добровольцем пошел, добровольцем. Ну и дай бог, чтобы ты остался живой, говорит, до конца войны. Вот, говорит, тебе еще жить, дожить. Думай, что все будет нормально. Вот подумай только, говорит, вот, ты с кем пил, с подчиненным. Ведь ему же, этому ухолю, говорит, ничего не стоило, у тебя, говорит, грязь обмазал. Вот он тебя и обмазал, сказал, что ты бы с ним пил водку. А для тебя это, вроде, стримно, правда? Да. Так вот, говорит, запомни на всю жизнь одну такую истину. Никогда не пей со своим подчиненным, а пей со своим начальником. Тогда начальник будет отвечать за тебя. А когда ты пьешь с подчиненным, ты отвечаешь за подчиненного. Понимаешь? Что сейчас вина твоя, вот, раз ты пил с ним. Но не его, а он твое подчиненное. Какой он, это уже другой делал? Я говорю, спасибо, я запомню это. Я запомнил, да, что же. Или другая встреча. Был такой гардопол. Так его, простите, и так его и не засудили, да? Засудили. Что вы? А что он сделал? Его засудили. Ну, там ему дали восемь, сколько-то, несколько месяцев штрафной роты. Шесть месяцев. То есть, да, штрафбата. И потом ему восемь лет или десять лет, наверное, так вот в этом плане. Короче говоря, по дороге, когда его везли в этот самый штрафбат, он ограбил этого охранника, отнял у него автомат, взял у него тулук, там еще что-то такое взялся. И все. А потом вдруг однажды уже в другом месте мы видим всякую конопля, там, рожь, все это, лощины какая-то. И вдруг все кричат, смотри, смотри, колупаю. Смотрим, во всем комсоставском стоит колупаю. Около него шикарный виллес. То есть, виллес, да, машина такая. У него, то есть, здесь у него пистолет маленький, то есть, он уже какого-то возит начальника крупного. Он так обрадовался, нас увидит. И говорит, ребята, идите ко мне. Мы к нему подъезжали. Слушает, он как-то, он говорит, да что мне, никто ничего не сделает. Я же с фронта не убежал, я на фронт прибежал. Я сейчас вожу какого-то командующего, что я не знаю, какого-то командующего он возит. Он, говорит, меня в обиду не даст. И, говорит, любого, наоборот, сам засудит, говорит. Какого-то контрразведку, чуть не армии возит. Ну, мы с ним поболтали, поболтали и ушли. Он, пожалуйста, полупает. Вот, входит замечательно. То есть, для него это, ну, он родился в тюрьме, вырос в тюрьме. Ну, для него эта тюрьма, это, ну... А родной дом? Ну, родной дом, так же. Короче говоря, вы знаете, вот такие вещи, я говорю. Вот иногда штрих, это канва. Вот у меня, был у нас градопол Константин Васильевич. Боксер, заслуженный мастер спорта, чемпион России, Советского Союза был. Великолепный человек, эрудит, актер был. В то же время большой. Он во многих фильмах снимался. Во многих фильмах. И вот, вы знаете, я запомнил, он курировал нашу секцию бокса. Мальчишки мы были, приел к нам, когда консультировали. Вот, вы знаете, он сказал мне одну фразу такую, которую я запомнил на всю жизнь. Ну, когда он приехал к нам посмотреть, как мы боксируем, мы с приятелем говорим, давай мы сейчас перед ним как вот покажем тебе, что мы сейчас... А у меня, я выдерживаю удары, вот, у меня здесь нос и не текла кровь. Я прямые удары выдерживал очень хорошо. И я пробую на приятеля своего, думаю, сейчас я его достану, вот, наоборот. А он мне колошматит. А я так, почти закрываясь, иду на него. И вдруг он сразу прекратится. Сейчас же, ну-ка, иди ко мне, мальчик. Я подхожу к нему. Слушай, Горь, ты что, очумел? Я говорю, пошумел. Зачем тебе говорить так? Это же не бокс, это драка. Так нельзя. Бокс это, гостей, что-то другое. Закомни, говорит, на всю жизнь такую истину. Вот, если ты не будешь себя ощущать во время поединка, как бы, третьим глазом, и противника, и себя, со стороны как бы? Боксера не будет из тебя никогда. Вот, ты должен в это время ощущать и противника, и себя. И имей в виду, в жизни так же тоже надо. Когда ты с кем-то встречаешься, ну, мало ли там, ты все время ощущаешь себя со стороны. Как бы в кругу. Какой ты, и какой человек, с кем ты находишься. Вот как себя ведешь. Будешь ли ты по лестнице идти, там, в айрашке, там, такой, ну, трудно сказать. Ну, в общем, вот, вы знаете, эта фраза, я запомнил, она все время. Я был потом секретарем, я был там и прочее, прочее. Я все время себе эту дистанцию чувствовал, все время как бы третьим глазом. Между и между, между и между. Какой я, на самом деле. Так тот или не тот. Вы понимаете? Это такая мудрость, сказалось бы. И он мне когда сказал, что и в жизни это пригодится. Вот он, пожалуйста. Короче говоря, к чему я сразу же разговариваю. Я могу примеров таких привести очень много. Мне везло на очень умную жизнь. И, кстати говоря, вот благодаря своей матери и отцу. Как же учителя были в жизни, да, начиная вот, с родителей. Благодаря своей матери и отцу, я, вот, они воспитывали меня, естественно, что-то хорошее, мудрое. Бери. Бери. Вот она мне, если сказала, не бери никогда, от тобой не заработанного. Ни копейки, ни денег, ничего. И вот когда недавно, вот, как-то вот, я иду на двор, один тип какой-то, молодой парень, там, вдвоем садились в машину. Ну-ка, он отделяется, подходит ко мне, давайте я вам помогу внести. Я говорю, не надо, я сам даю. Ну, я говорю, не надо, я сам даю. Да, ходим под весом, он распахивается, у него огромное количество этих самых, долларов. Пальчики, пальчики. И он говорит, я вам сейчас хочу подарить вам доллары. Мне они не нужны, говорит. Я говорю, знаешь, что, друг мой, перестань турить. Ах, не хотите брать? Я говорю, нет. То, что не брать, я говорю. Я знаю истину одну, которую мне сказал, что мать моя. Не бери никогда того, что сам не заработал. Он говорит, ну, вот, сейчас вы будете газету вынимать, я вам вот в книжный ящик подарю. Я говорю, знаешь, что, друг мой, я уже слишком далеко заходил. Я открываю дверь и его вытолкну буквально из подъезда. Вытолкнув, я вхожу к Ритту, сдам его. Я говорю, не зажигай свет. Риту выставит в таком свете, что Ритту будет спит на безумный. Я говорю, не зажигай свет, потому что, я говорю, иначе он узнает, какую мне квартиру. Она говорит, а в чем дело? Я говорю, вот так, вот так. Ну, вот вам, пожалуйста. А ведь, может быть, цель простая, шантаж. Могут быть, любой. Какой угодно. Я был бы, он видит, что человек, понятно. Он мне рассказывает, я говорю, тебе давали, ну, что же ты отказываешься, бери. Брал бы эти деньги. А мог бы расплачиваться бы за деньги. Короче говоря, вы знаете, вот понимаете, что, я бы не... Я бы не отказался бы, что я взял у него деньги. Ну, да, да. То есть, психология другая. Да, да, да. Другой бы сказал, пошут, я у тебя не брал ничего. Гляньте, вот так. А я бы не мог сказать. А немеченые, может. А может, они, да. А могут быть, веченые. Это трудно сказать. Вы знаете, даже могут и не найти. То есть, здесь какая-то, что-то было поднимка. Все время квартиры, это... Чисто психологически. Чисто психологически. Знаете, я бы не отказался бы, действительно. Брал, действительно брал, а зачем брал? Да. То есть, ты должен думать. Выживать из квартиры. Да, да, да. Все может быть. За эти деньги. В этом отношении никогда в жизни. Конечно. Он же видит, что он человек немолодой. Назвал его академиком. Да, да. Да. Он говорит, очень много денег на возник. Я говорю, я не академик. Я говорю, ну, как бы я говорю, я не хочу быть академиком. Я говорю, я не хочу быть академиком. Да. Ну, ничего такого. Я говорю, я хочу вам помочь. Ну, пожалуйста. Потому что вы совесть мучили. А? Совесть мучили. Да нет, просто я спокойно... Да, это похороните. У них совести нет. Вот. И поэтому я в этом отношении, я говорю, вот всегда вот мне, благодаря именно родителям, я говорю, есть семья была у меня таких родителей, я бы уже имел более высокое звание. Один из способов завладить квартирой, всем, чем угодно. Да. Убить потом старика, даже не знаю. Я имел бы более высокое звание и у себя, если бы я не имел бы таких родителей. Потому что я вот, когда был, возглавлял наш союз, был секретарем, меня несколько раз выдвигали. Я все время отказывался. Все время. Только отказывался. Можно я вам? А публично снимал. Ну, не свяжу вашу рюмочку. Чуть-чуть. Публично снимал даже вот это с поездки меня. Давайте я нальем подную. Ой. Вот. И последнее. Андрей Викторович. И последнее. Вот когда, например, мне иногда говорят, какой я художник. Вы посмотрите, как я умею наливать. То есть я хочу сказать, что мне… А. Ну, что здесь, Господи? Посмотрите, что здесь написано. Натурально-полусладкое. Да. Сахару 3 градуса. Санкт-Петербург. Я хочу сказать… Мы сейчас говорим о технических вопросах жизни. Три грамма. Но я хочу закончить наш разговор. Вот 10 градусов. Вот разговор с искусством. Несколько раз. Искусство, да. Вы знаете, вот я рад тому, что вот я участвую в художественной школе, где преподаватели мои были великолепные. Это ученики Кордовского. Как преподаватели были потрясающие. У них такая методика была, что вы знаете… Ну, например, вот сейчас, вот в этой же художественной школе, где я учился, они не знают, что такое работать памятью. Не развивают ее совершенно. У нас же развивалась память. Если бы я имел память, я не сделал бы ни одной работы вот по Испании, по Франции, по Италии. Потому что я делал такие вот на шлепке, потом делал рисунок, потом уже по впечатлению я делал уже вещи. У меня, поэтому не найдете вы каких-то вот вещей, которые делают со слайдов, каких-то вот точных… А образ есть. Образ есть, да. Это самое главное. Вы заметили? Вот самое главное, что есть образ. Это самое главное, да. Поэтому я в этом прыгающем отношусь… Искусство обобщенный образ. А продавки нету. Вот. И поэтому, вы знаете, когда… Вот я уже познакомился ближе уже с Борисом Николаевичем Яковлевым, с Пластом. То есть, вы знаете, с художниками, которые вот действительно по-настоящему заняли место в искусстве своем. И как они старались, молодежи, вот нам, например, если они видели там какое-то зерно, они развивали. К сожалению, сейчас это утрачивается. Потому что, к сожалению, иногда во голове искусства стоят люди, которые… Администраторы искусства. Администраторы. Да, да. Один, как говорится, уже с ВОЗа и замечательно, и все рады. Да, 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 да. Когда уже начинают говорить, люди это все. Творчески особенно. Ведь поэты не могут сказать, похвалить своего, так сказать, товарища, коллегу за какое-то поэтическое изменение. Правда? Да, да, да. И художники за картину. Да, да, да. Так умело уходит вот эта сейчас годовщина… Вы знаете, когда я был председателем творчества Совета… Яковлева и то боятся сказать прямо. Да. Вот только один кто-то вчера сказал, вы великий артист. И мы этому порадовались. Да, да, да. Потому что другие хотят сказать, да, что он, ну, хороший, замечательный. Да, 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 да. Один сказал, что вот ему можно доверить, вот, например, этот Ефремов говорит. Может быть, ему можно было бы доверить немножко сыграть Чехова. Немножко. Да. Это же вообще какое нижение было сказано тем самым, да? Что ты боишься… Доверить. Да, что ты боишься сказать, честно. Да. Вот и потом… Вот так же и художники боятся сказать. Да, второй еще что-то сказал, что-то наподобие этого. Вот. Этого самого Гавта спрашивает там об искусстве. Так он вспомнил вдруг какого-то немца, который где-то играл Наполеона, и Гав-гав-гав-гав в немецком сам проработал какую-то роль, чтобы уйти конкретно от того, что он может сказать. Да, да. Они не хотят. Не хотят. Они не хотят замечать, не просто, что в своем коллеге достойного. Да, да, да. Да, 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 да. И вы знаете, учитывая все это, когда я был председателем художественного совета у нас в Союзе, я внес такую мысль. Такую мысль. Я так решил, что если художник у нас дает высокого качества работу, мы ее отмечаем, прибавляем в ней цену. И мало этого, карточку вешаем, что работа оценена художественным советом. Высокого уровня. Вешаем. Ну, независимо от того, продавец там будет что-то говорить, а вот карточка висит, чтобы зритель видел. Это первое. Второе. Я просил дирекцию, если дирекция это не делала, я звонил сам как председатель этому художнику и благодарил его за высокий уровень произведений, который дал нам художественный совет. Вы знаете, художники не привыкли к этому. Да, не привыкли. И вот сейчас уже, когда я уже не председатель, я ушел, я пять лет работал, меня один встречает, Костю, я тебя что такое? Единственное, ты мне сказал вдруг, мне позвонил, такие хорошие слова о моей работе, я друзей своих иногда приглашаю в мастерскую, они так, да, да, ничего, туда-сюда, жмутся, ни один мне ничего не скажет. Ни один мне не скажет, что такое я сделал. А ты вдруг, вот вроде мы с тобой и не были близко знакомы, вот вам, пожалуйста. Это к вопросу о чести в искусстве. Да, о чести в искусстве. Надо быть еще порядочным человеком, вы понимаете? И поэтому, я говорю, жизнь мне предлагала быть очень высокое звание, я мог уже быть и в академии. Но я сам публично себя снимал, публично, вставал и снимал, говорил, что пока я на хорошей власти, мне стыдно и неудобно, и никто, я никому, мне будет, если кто-то придет ко мне и скажет, ты не получил меня, ты сделал себе звание, пока ты съешь власть. Хочешь сюда? А сейчас так? Зачем мне это надо? И в Сирии так происходит. Вот вам, пожалуйста. Поэтому вот Церетели академик и бог знает кто власти. Да, 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 да. Какой он у них наряда и первовласть, для того, чтобы для себя чего-нибудь еще оттуда урвать. И последнее, я хочу сказать, последнее. Все-таки, знаете, всякому художнику многое значит тылы. Какие тылы? Вот у меня нет сейчас ни матери, ни отца, ни брата нет. Вы знаете, у меня есть дочь в своей семье и есть жена. Вот жена, жена, вот я вот скажу. Внуки котик, ты забыл. Внуки есть, внучка есть, да. Вот у меня есть семья, дочери мои. Я говорю, поэтому для меня ты выгодь, вот моя жена, которая здесь присутствует. Вот она многое-многое. Во-первых, я бы скажу, плюс к ней, кроме того, что она очень хороший как человек, у нее есть такое чувство, она видит и чувствует в искусстве. Она как-то вот… Интуиция. Интуиция есть у нее. Вот природой дана ей, природой. Да-да-да. Поэтому, когда мы с ней бываем, я ее беру на выставке. Вот она приходит абсолютно точно, дает определение тому или иному художнику. Вы знаете, вы были с ней на выставке одного художника, а по куму такого. Мастер. Все, казалось бы. Вы знаете, мастер-то мастер, но выглядит все на рынок. Видно сразу, что делает человек мастер, но делает на рынок. Это же самое… Это в Третьяковке было, да? Нет, это был не в Центральном доме художника. А в Третьяковке это Андреак. А в Третьяковке это Андреак. А в Третьяковке это Андреак. В то же время была в помещении Угуби, а у него… Да-да, правильно, это вы с тобой же видите. Да-да-да. Еще было написано «Живой классик». Да-да-да. Искусство-то это не это совершенно. Понимаете? Поэтому в этом отношении, видите, надо просто… Я поэтому ей показываю новые работы какие-то свои. Ну как же. Даже чувствует, конечно. Вот она вот это вот чувствует… И болеет. Да. 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 Переживая иногда. Если она скажет, нет, это не волна. Нет, это еще не море. Значит, это не море. То есть, надо что-то думать. Да. Мне иногда и даже стыдно бывает, что я делаю такие иногда какие-то, ну, замечания или мне что-то видно, или… Односторонний глаз сам. …кажется большая, или голова маленькая, или еще какой-то предмет, мне кажется, что-то не так. В общем, я, наверное, просто первый зритель. Да. Нет, ну просто я хочу сказать, что вы знаете… Всегда первый зритель. А он безошибочен. Я всегда показываю почти работу своей сказки. Народ принадлежит. Но сам вывод делаю сам. Да. Показываю всем. Я не спорю ни с кем. Вот я показываю работу. Ну как, шутка. А сам делаю уже для себя вот выводы. Интуиция – это большое. Интуиция – это большое. У меня мама тоже обладала исключительной интуицией. Даже если она не имела по этой отрасли знаний, то интуитивно она абсолютно четко это могла все рассказать. Да, да, да. И поражаясь окружающей. Как так? Вроде она и… Она только музыканты, а… А уже не говоря о том, что вот тоже я вспомнила. И мудрость в жизни. Да, да, да. Вот была поразительная мудрая в жизни. Красивая мудрая. Вот за мудрость и красоту… Давай, давай. Давайте еще нальем. Нальем. Мудрость и красота. Красота. Да. Содвинем бокалы. Андрей Викторович. И красоту. И красоту. Да здравствуй. Музы. Да здравствует разум. Вот. Ой. А я купаюсь в лучах славы. Замечательного живописца Константина Музанова. Нет, вы являетесь музой. Мне не нужно. Мне достаточно, что у меня такой замечательный муж. Правда. И самое главное, ты муза вдохновляющая. Да, муза вдохновляющая. Коль, я тебя прошу, котеночек, отпей, пожалуйста. Ну хоть глоточек. Ну, Кость, ну хоть просто. Раз отрезал, отрезал. Кость. Ну, зачем? Ну, хоть просто. Чего? Зачем? Такой ты чай хорошо взяла? Это у Константина Михайловича. Он все время ему хвастается, что у него чай был еще куплен вообще до нашествия Наполеона на Москву. Да, да, да. Чай у меня любой. Любой чай, да? Любой. Нет, ну это какой-то очень... Чай потрясающий. Да, да. Вот целая страница была посвящена, где жена Москва. А, в Москве, да, да, да. Замечательный чай, Андрея Викторовича. Предлагаю. Спасибо. Ну так. Бери в Москву. Слушайте, может быть, впадать в блюдце? Замечательно. Или нет? В пиалах без блюдца? Нет, очень хорошо пиалах. Нормально. Берем конфетки и берем сиферку. На Вадевичьем унастырь у вас еще. Замечательно. 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 Скажите, пожалуйста, у вас были такие встречи интересные? А, сейчас расскажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вообще он любил искусство, да, еще? Да, он сам был художник по-своему, по-своему. Он рисовал вообще, так сказать, имел вкус большой. Вот. И я не знаю, насколько это верно или не верно, но говорят, что он имел такую подготовку даже. А, даже так же? Учился? Да. Да, в детстве он может быть что-то научился. Трудно сказать, я вот этого и не могу утверждать, но то, что есть, здесь нет имидж никак. В общем, короче говоря, так жизнь иногда меня все время выплескивала, иногда все время в аналоге. Вот когда я был в армии, так, у меня думали, что я буду военный. И командир полка мне все время говорил, Костя, тебе он говорит, сынок, то у меня блестящий все получается. Да. Я говорю, слушают солдаты, говорит, до бисквику, да, все это. Короче говоря, нововоенным я не стал, я сошел одной из своей целей. Быть художником. Да, это самое главное. Никуда не сворачивайся. А на стезиан. Совершенно, а на стезиан. Да. Так, ну, что я меня выкинул все время, вот стал я, был секретарем партийной организации Союза Московского. Ну, к этому относился я честно, вот, потому что я думал, что именно здесь только можно помочь людям, вот, на этой должности помочь своим художникам каким-то образом. Да. Вот, и находил язык и в ЦК, и в горкоме, везде, чтобы хоть как-то вот линию это проводить, вот. Ну, получалось, как будто бы, я был на хорошем счету там во всех этих организациях. И когда я ушел с секретарей, то за мной стала буквально охота. В полном смысле слова. Охота в том смысле, чтобы меня где-то заполучить, уже зная меня, что… Как эксперта, наверное, да? Нет, что я проявил себя и на руководящей работе, и я художник. У меня была персональная выставка, вот, она прошла очень здорово в ЦДРИ. С выставки тут же купили работу в Ячковскую галерею. Вот. То есть, короче говоря, уже со всех сторон я был известен. Вот. И, видимо, ко мне уже приглядывались. Со всех сторон. И вдруг, неожиданно, у меня, вдруг ко мне звонок. В чем дело? Кто звонит? Вам звонит из мистерства внутренних дел. Вот. С вами… У вас содрогнулись, наверное, все внутри. Нет. Ну, я особенно не из пугливых, но я просто думал, а что я натворил? Что могло быть? Да. Может быть, когда я был секретарем, может, что-то произошло у нас. Да. Может быть, там что-то такое. Угу. Я говорю, а в чем дело? Мне куда-то надо приехать. Нет, мы к вам приедем. Угу. Я говорю, а кто это со мной говорит? Это говорит из секретариата Николая Ильича Щелкова. Угу. Вот. Вы знаете что? Наверное, или он к вам сам приедет. Где ваш мастерская находится? Угу. Я ему сказал, что находится там-то, там-то, там-то. Когда вы там будете? Только точно надо сказать. Я говорю, пожалуйста. Я бываю там каждый день с утра. Давайте точно наметим день. Наметим точный день. Вот. И в этот день ко мне приехал. Первый заместитель министра внутренних дел. Никитин такой был. Угу. Вот. Первый заместитель. Гениал-лейтенант. Вот. И еще несколько полковников и генералов к ним приезти приехали. Ну, милиция стояла внизу, милиция стояла наверху. Все отцепили, да? В лифте, да. В общем, переполох был страшный. Соседи думали, шельцы думали, что, наверное, здесь какая-то, наверное, из пожарных надзоров союза, наверное, приехали какие-то люди заколачивали художникам двери, наверное, потому что, наверное, что-то они натворили. В общем, переполох был страшный. Приехали ко мне. Вот кресло, которое у меня там находится. Все. Вот кресло. Оно, правда, еще было не очень хорошо пригнано, и шаталось еще немножко. Я уже забыл сначала про это. Вот. И они все так. Дал им всем по месту, где можно было сесть. Сидим, рассказываем анекдоты. А не мне я им. Я думаю, что такое-то, неужели люди заняты и такие, и приехали и раньше того, чтобы вообще поговорить со мной на такие разные темы. Потом сам Никитин Константин, я помню, кажется, Константин Иванович или как-то его звали, имя отчество. Он мне говорит, ну все, давайте мы, так сказать, поговорили. Давайте поговорим будем о деле. Зачем мы приехали? Константин Михайлович говорит, мы к вам приехали, вот почему. Николай Иванович поручил нам, он хотел сам лично приехать, но сейчас он не мог, он куда-то поехал, в командировку. Поручил мне, как первому заместителю министра, поговорить с вами на такую тему. Чтобы вы были в кадрах у нас. Мы вам задаем свое призвание. И чтобы вы были в кадрах у нас, как консультант министра по изобразительному искусству. Ну и вы знаете что, друзья мои, во-первых, то, что вы мне предлагаете, это очень похвально. Можно только приветствовать. Но я милицию люблю и уважаю, но не за такой степень, что быть у вас в кадрах. Что такое быть в кадрах? Значит, иметь погоны. Любые, какие вы мне даете, это я не знаю, но даже дело не в этом. Я не торгуюсь, мне это не нужно. Самое главное нет. Самое главное, что когда только у меня будут погоны, значит, в любое время дня и ночи я отдаю вам честь, вы мне даете какое-то приказание, задание, я вынужден на его условиях. Я говорю, я это не хочу, я художник. Я не для этого учился, не для этого, так сказать. Я поэтому, я говорю, я не готовил себя к такой должности. Совершенно, исключенно совершенно. Я говорю, ну как же так, Михалыч, мы даже не знаем, как мы будем рассказывать. Я говорю, очень просто расскажите, вот так, как я вам говорю. Но я не соглашаюсь совершенно. Другой, если вы меня попросите, что-то о чем-нибудь, тогда я погажался, могу по на встречу пойти, согласовать свое время, какие-то вопросы, которые вас интересуют, помочь вам в чем-то, если в этом необходимость будет. А так, я говорю, нет. Даже не надо говорить, не надо меня уговорить. Короче говоря, так мы сошлись, что я буду внештатным. У них внештатным консультантом. Вот. Вот это был другой разговор, внештатным консультантом. Пожалуйста. И тут же после этого, значит, я у них щелков организовал, ведь он очень здраво подходил к тому, чем занимается милиция. Он же тоже расслужил просто, что если милиция, она сталкивается с негативными явлениями в жизни, надо их чем-то уравновить. Равновить. Да. Чем равновить искусство? У него был прекрасный ансамбль. Ну, вообще мудрый. Прекрасный ансамбль. Он тут же организовал студию художественную. Для этого отремонтировался особняк около Нокотельнической, вот около высотного дома. Значит, старый дом такого музейного типа, его тут же отреставрировали. Память из старины какой-то отреставрировали. Прекрасные там получились мастерские с верхним светом. Студийцы. Они все были зафиксированы как офицеры. Студийцы были. Вот. Работали художники. Вот. Дочь Локтионова, Таня. Вот там. Вот. И я приезжал туда как консультант. По его поручениям уже. Наблюдать, как там все это заставит жизнь. Короче говоря, вот в таком плане, в таком плане. И мне вскоре в этой студии, у них прекрасный выставочный зал был. Великолепнейший выставочный зал был. Там же мне устроили выставку персональную. И уже значит выставка в 75-м году, в 74-м году была уже персональная выставка в этом студии МВД. Моя самая персональная выставка была. Вот как раз у меня есть фотография. Вот жалко. Если я знал бы, может быть, все они присутствовали там. Все эти высокие чины. Это вы там в студии я была тогда на вашей выставке, да? Это были в Академии МВД, правильно. А, в Академии. А, это была студия МВД. Это было еще раньше. Это просто здесь у меня по старой памяти знакомства такие были. И то я здесь много из того... Сейчас предложение поступило. Сейчас предложение. Я отказался. К 9 мая сделать его там выставку. Там выставку сделать. Я сейчас отказался просто. Ну, кстати, Михаил сейчас готовит картины в юбилей для выставки и он не хочет показать. Короче говоря, короче говоря, вы знаете что? Так же и случилось, что вот иногда у меня иногда бросают вот высокие сферы. Да, высокие сферы. А я все время от этого не жалею до сих пор. Костя, ты расскажи про китель, который тебе привезли. Может быть, его показать покрытый по ее времен? Здесь из морю изъеден. От брюк ничего уже не осталось. Там вот такие вот вяжу, изъеден и все. Как будто специально. Вот так, знаете, взял, его разбили, провел, и все вот это съел. Вот лампасы, все это все осталось. Кураска целая. Моль съела только лампасы. То есть, хорошая шерсть была. Значит, хорошая шерсть была. Значит, хорошая шерсть была, да. А ты... Картуз остался. А расскажи, что это за... Как он попал к тебе, этот костюм? Ну, привезли вот и... Мне сразу же привезли форму, все, пожалуйста, носи. Значит, мне это нужно. Вот и недавно шел из жизни такой Алексей Иванович Кетов. Это последний-последний человек того времени. Это был первый... Помогли в канцелярии его. Щелкова. Вот это был гигант. Он умница большая. Эрудит был большой, вы знаете. И он до конца был предан мне, так сказать, как и я ему просто. То есть, ну, очень честный, очень порядочный человек. Не мог вынести наше время. Не покончится бы. Даже так. Потому что хоронили его очень странно. Он, видимо, наглотался таблеток. Но ты предполагаешь, что он побочит с собой. Мы же не знаем точно. Не предполагаю. Я абсолютно уверен в это. Я думаю, что это была даже насильственная смерть. Никто же не знает. Нет, нет, нет. Его никто не убивал. Это никто не насильственный. Нет, нет, нет. Нет. Он уже чувствовал себя плохо. Он все время говорил об этом. Он все время говорил, что нас обижают все время. Ну, представьте себе, он мне звонил. Я когда его поздравлял с днем милиции, а жена его меня поздравляла в свою очередь. Вот. Короче говоря, смысл заключается в чем? Я думаю, что вот он уже много отдал этой организации, так сказать, здоровья, сил. Но на день милиции не пригласили ни его, никого. А пригласили вот молодежь, который сейчас вот зеленый, вот это. Они все сидели там. Ему даже ни поздравления не прислали. Ничего совершенно. Это его убило окончательно. То есть последнее, так сказать, кроме того, что… Вот это такое вот забвение какое-то к людям совершенно. Кроме того, что сейчас… Которое много-много-много когда-то сделали для страны, для государства, для государства. А сейчас просто никому абсолютно не нужное. Некоторые люди это могут пережить. А Алексей Иванович очень сильно реагировал. Очень эмоционально реагировал. Вот к тому, кем он был, непросто. Он сначала был народным судьей района, города, республики, потом союза. Судьей союза СССР. Это не шутка была. Оттуда он перешел, потом перешел к Щелокову. Я работал его помощником канцелярии, Николай Ильич Мишелков. Вся канва Министерства внутренних дел была в его руках. Все его знали. Он был полковником. Но, понимаете, оттуда он ушел. Он мог бы уйти оттуда уже генералом, но он этого не стал делать. Он тоже искусством занимался. То есть, вы понимаете? Да, он многосторонний человек был. Ну, не тот человек, который... Не надо было карьеры. У него карьера не нужна была совершенно. Интеллигентный был по-своему. Очень интересный человек. Поэтому в этом отношении... Он буквально накануне нам звонил, да, Костя? Накануне я его поздравлял. С днем милиции ты его поздравлял 14-го. Нет, 10-го ноября. А 14-го он уже ушел на этот свет. И хранили его из морга. Я брал вот где вот странный свет. Суд, мед. Суд, мед, эксперт. Да, вот номер один там есть орг на Цурюпе. Да, на Цурюпе. На улице Цурюпе. Поэтому я говорил, что вот это последний, последний медикан был вот того периода времени. Вот. Ну, я скажу откровенно, что я вот... Я говорю, у меня жизнь все время где-то выплескивала. А я все время отталкивался от себя. У меня могла быть машина в жизни. Я помню, я лежал в госпитале. А как же Олоков к тебе обращался с вопросом, почему вы меня ничего не просите? Да, да, да. Он как-то мне сказал, что в кабинете говорили все. Константин Михайлович, а почему вы меня ничего не просите? Я говорю, а мне ничего не нужно. А вы подумали об этом? Я говорю, я подумал. Мне действительно ничего не нужно. У меня есть звание. Оно меня устраивает. Даже наклонить тех людей это было странно. Оно меня устраивает. Почему, говорит, устраивает? Вы же должны быть народным художником. Я говорю, меня это не нужно сейчас совершенно. Я говорю, народный не от того, что ты народный. Народный должен быть действительно народный. Поэтому я их пока не чувствую. Поэтому мне это пока не нужно. Странно быть, странно, странно. Обычно у меня просят, что-то просят. Но вы не просите. Это очень странно. И вот это его удивило очень. Подозрение. Да. Он немножко с подозрением относится. Но на меня он производил впечатление очень умного человека. С большой эрудицией. Неглупого. Конечно, он был человек своего времени. И среди своих вот этих таких людей, своего окружения. Да, окружения. Окружения. Он был не худший. Вот. Но он старался быть не худше их. То есть, если брать, так все это брать, конечно. Но чтобы так вот резко заупотреблять. Вот недавно умер у меня еще один товарищ Николай Алексеевич. Вот здесь ОБХС командовал. Прекрасный человек. Вот. У таких людей даже не верится, что иногда их складывается. Вот. Когда копнешь, и нельзя так вот, знаете, сразу рубить. Вот ты такой сикорий. Вот он занимался этой дозностью. И прекрасная была жена Анна Андреевна. Шармид замечательный. У них сын. Психически ненормальный. Единственный сын. Вот, вы знаете. Крест. Крест. И вот он крест на всю жизнь. Похоронил жену. И потом вот этого сына, он мучился, мучился. Вы знаете. Потом он все-таки отдал. Он взял несколько от фиатритики. Сын туда-сюда. И вот недавно я его тоже не стал этот человеком. Здесь недалеко он живет. Жил недалеко. Великолепный человек. Очень. Я ему говорю. А он был связан как раз по своей линии. Заработать к искусству. Сколько он не говорил о Пугачеву. Сколько он не говорил об этом безобразии, которые тогда еще делались. А что он говорил. Тратару. Что вы уже. Давно. Вопрос решался. А тогда много было статей в то время в газетах. Не называя фамилии, писали об этих звездах. И когда он говорит. Я предложил материал весь. Удвигатель. От чемоданов с деньгами. Ну там чемоданов с деньгами. То есть. Ну знаете. Он огромный. Которые так сказать напрямую. И они получали деньги. Теперь как говорят черным наум. Они конкретно не были виноваты, а вот эти директора, которые этим занимались, и он говорит, что мы судить их не будем, это народом признанные люди, и этим заниматься я не буду, и не приветствую. А вот тех людей, которые им помогали, способствовали, вот их давайте мы с ними посмотрим, но у него много, он встречался и с Мироном, с Андреем, знаете, вот у него о нем великолепнейшие ощущения, он рассказывал, знаете, много интересного рассказывал, когда говорит, Мироном ко мне, вот мы здесь встретились, я говорю, давайте я к вам приеду, он говорит, нет, как все, я к вам приеду, раз у вас какие-то, где вы находитесь, а я говорю, на садовой, а у них тогда было отделение БХС на садовой, вот, я как приеду, я тут приехал, так все сотрудницы выскочили, Миронов, и приехал, автор стали у него брать, и он очень порядочный человек, очень порядочный, и очень порядочный, вы знаете, вот среди, вот, а у него была область такая, Николай Алексеевич, вот этого, Николай Алексеевич, область искусства, вот он нас касался изобразительного искусства, вот как раз, мы с ним, я соприкасался, вот, область музыки, кино, все это, фонды все, вот, все относился к нему, как раз, очень умница большая была, вы знаете, просто такой человек был, а вот жизнь такая была, вы знаете, страшная, вот приходил к нему домой, когда я пришел к нему, как-то я даже не поверил, я говорю, не знаю, как бы у вас так все это могло случиться, и с сыном, и с приказом жена, все ведь думают, я живу, говорит, что у меня все, говорит, здесь, а на самом деле, вот, жизнь, есть жизнь, поэтому, я говорю, жизнь, она приоткрывает, вот сейчас я говорю, я вот 40 лет с лишним уже болею за команду локомотива, не просто так, а я в активе, я был в ЦССР, это футбольная команда? Да, я в президиуме локомотива был введен туда официально, вот, руководством локомотива, как болельщик, так сказать, вот, интеллектуал, вот, болельщик интеллектуал, да, каким образом, потому что однажды я не выдержал, и позвонил в гудок, и устроил там скандал, разнос, потому что, вижу, болельщиков, наших локомотивцев никого нет, а приезжают из других городов, например, из Смоленска приехали, там такая у них искра команда, они на автобусах, а наших никого нет, и на стадионе больше всего их болельщиков, наши нет, почему же мы не поддерживаем, я говорю, наших болельщиков, нашу команду? Короче говоря, я выступил, а этот корреспондент, вот, Назаров, о котором я говорю, он тогда был заведовал как раз этой части спорта, он не дурак был, он что-то фиксировал, потом говорит, а с кем я говорю, я говорю, с художником, а какой художник? Я говорю, с художником, а хорошо, а у вас телефон есть? Я говорю, есть, записал, на второе время звонит, говорит, Казани Михайлович, у вас гудок, вы выписываете? Я говорю, не выписываю, а мы вам номер дадим, пара номеров, я говорю, а что такое там? Ну, почитайте, может, я вам подумаю, я смотрю, там написано, Вчера нам позвонил, и вышел за это что зрение, и вот такая-такая-такая-то, мы от редакции целиком согласны с этим, вот так я с ним поднакомился. После этого меня ввели сразу локомотив, и вот я, когда ставился вопрос, кому быть тренером команды, вопрос подготовлен на другого тренера. А пригласили Семина, пригласили вот Шевченко, и пригласили еще тренера другого, и на того, на другого было подготовлено вопрос, чтобы его сделать уже и с министерством было согласовано. А меня никто не знал, что я за человек, откуда я появился, а я сидел вместе с ними за столом, и вдруг я вижу, думаю, Семина, я же прекрасно видел, как он играл в футбол, прекрасно играл, замечательно, самодачи полные. Я как можно эмоционально попытался выступить на этом заседании, в пользу Семина, в пользу Шевченко, и поломал им все карты сразу, настолько, что все стали переговориться, говорят, откуда этот человек, а кто-то говорит, это я из СК, это я из СК, и сразу все, я им сломал, и все проголосовали за Семина, и его сделали, они даже опешили сами, и потом, когда все это кончилось, Семина ко мне подходит, Семина говорит, мы же с вами раньше-то ведь не встречались, не говорили, вы так вот к нам подождите, спасибо вам большое. Я говорю, ребята, а как же я иначе могу всего-то? Я уже действительно видел, как, а что этот тренер какой-то, да я его вообще и знать не хочу, говорю, это, ну, вот, короче говоря, вот так мы подружились и с тренером, сейчас с Семином. Иногда я долго не бываю, он мне звонит, привет, воспитатель. Да. Говорит, что случилось, вы что, заболели? Почему я вас давно не видела на стадионе? Да. То есть вот до такой степени, понимаете? Ну, он очень часто разговаривает с женой Семина. А вот, вот видите, с женой Семина. Вот, подарили мне, Симонян был здесь. Вот, это он сейчас. Так это Семина не Томара Семина, который? Нет, конечно, да? Нет, это был Семин. Вот они приходили ко мне, Симонян, он вице-президент нашего союза футболистов России, был Родионов, вот до него был тренером. Вот они мне подарили, вот это можно снять оттуда и посмотреть. И расписались оба. Как интересно. А еще Константин Михайлович к 70-летию Симоняна сделал его портрет. Да. И Симоняну очень понравился портрет. Антон Антонову с любовью, признательница за верность искусству и футболу. Вот, Симонян и Родионов. Да, да, да. Знаете, Константин Михайлович заразил и меня. Неужели? Любовь к футболу. Я не поверю. Да. И вы что, бываете на футболе больше? Нет, я не хожу с ним на футбольное. Но тогда я смотрю по телевизору. Но дома футбол, по телевизору мы смотрим с ним обязательно. И не только локомотив, а все команды. И я уже иногда так могу комментировать. А что вы сейчас комментировали, когда итальянцы с нашими играли? Вот сейчас. Да, нет, это нам не понравилось. Кошмар. Очень плохо.